эй кожаный мешок чуть-чуть фабрики не желаешь здравствуйте товарищи инженеры у нас есть код у вас перерыв на обед и мы продолжаем строительство нашей макаронной фабрики меня зовут федор вы на канале фидисплей эта игра факторио с модификацией красторио и так в этой серии ого технология ладно сейчас введение сделаю итак в этой серии под номером 6 я думаю что нам пора уже начинать планировать нашу какую-то жду архитектуру и может быть потихоньку начнем внедрять уже лтн не знаю насколько это получится но попробуем опять же для начала для начала давайте-ка зайдем сюда в технологии вообще я бы хотел и еще чуть-чуть усилить мою военку возможно возможно имеет смысл изучить скорость стрельбы может быть даже дважды ну а затем уже пойти в транспортировку хранения жидкостей нефтянку серу взрывчатку и вот эти бомбы синие потому что мне придется достаточно много скал убирать и вот это вот сейчас направление должно стать приоритетом во всей вот в моей вот в этой вот возне в машиной но для начала я думаю все таки нужно проапгрейдить боеприпасы чтобы турельки стреляли побыстрее крупнокалиберными да на 20 процентов будет быстрее стрелька что давай исследуем это и здесь я вот даже не знаю имеет ли смысл далее исследовать как что-то тут дофига добавляется ракетная понятно это видимо из моды из этого я не знаю да имеет ли смысл 2 технологии в цепочке исследовать или нет так что я пока что одно исследуя дальше подумаем и здесь чуть я смотрю у меня боеприпас до кончается но самое самое такое начальное это надо все же доделать печки я скрафчу сколько у них есть 8 штук и заменить их потому что они более энергоэффективны в плане топлива тебя штука мы снимаем и здесь боеприпас кстати у меня сейчас увеличился урон если здесь бонус посмотреть у меня увеличился урон плюс 50 процентов и с турелей урон плюс 50 процентов то сейчас урон желтыми боеприпасами плюс сто процентов будет даже больше 8 плюс 10 то есть урон 18 хпшки у этих вот так бежит ко мне бригада вы никуда хпшки у жуков у нас так сколько тут блин джеки стойте ладно меня то есть короче сейчас желтый патрон на их ваншот вот это хотел сказать не дают они мне показать просто гады в общем если навести посмотреть здоровье у них 15 патрон у нас стреляет на 18 соответственно жуки вот эти мелкие ваншот жуки 2 тира бронированные полезут тогда когда у нас будет эволюция 02 по крайней мере должны полезть когда эволюция будет 0 поэтому я сейчас смело могу заряжать желтыми боеприпасами большую часть турелей и экономить немножко немножко на патронах вот и чтобы это сделать надо сейчас опять же опять же будет вот здесь дополнительно сделать следующее поставить сюда сундук 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 я не могу пока поставить до печки на поменять сюда сюда поменять эти вас поменяем и поменяем медный могу ли еще скрафт печки ну да 6 штук могу но пока что делать этого не буду потому что я хотел бы с патронами то заморочиться точнее не заморочиться чуть-чуть немножко это улучшить да кстати после этой технологии мне нужно будет выйти в сундуки вот это вот следующее должно быть только-только сейчас вспомнил сундуки мне потребуется для моих алтен станций они конечно какое-то конское количество науки стоит 300 но вот эти большие склады они просто совершенно нужны я их делать уже могу потому что у меня есть стальные плиты и укрепленные сундуки тоже могу делать ну что из стали проблем в принципе это не вызовет точнее даже не сталь нужна железная балка вот сюда будем складировать патрончик патрончики желтые которые тут на час благополучно накрафтится это давайте сюда это сюда если даже пластин то есть вполне могу я сейчас желтым боеприпасами отбиваться уголь мне нужно немного угля уголь я заберу отсюда слегка подрезать можно 101 исключительно чтобы был и опять же пластины на забрать и по поводу значит лтн и всего остального есть у меня одна мыслишка и собственно я думаю эту мыслишку сейчас я вам покажу но покажу после того мыслишку когда вот здесь мы разберемся почему-то кусаки у меня благополучно съели столб придется сейчас спуститься вниз и немножко кусок повыпиливать здесь у нас благополучно все отстреливается желтыми потрошками мы сейчас запасемся да как они не вовремя столб съели придется добежать в общем чем заключается мысль у меня железная дорога моя она эти в прошлых сезонах в целом так где не съели в прошлых сезонах в целом она у меня устраивала вполне вот при нарекании вроде как проблем с ней не было поэтому я частично модулями из той железной дороги воспользуюсь единственное что я не хотел бы пока что тут делать какие-то сети блоки или что-то типа того потому что мне не немножко поднадоели и может быть что-то другое или какой-то какую-то комбинированную архитектуру постараюсь сделать вот но что конкретно будет я пока сказать не могу потому что я сам еще так в поиске нахожусь так чтобы вместе с вами тут вы будете смотреть я буду пытаться что-то делать новое надеюсь у нас что-то полезно с этого всего получится потому что вы всегда можете делать как отдельный совет либо натолкнуть на мысль в целом комментарии от комьюнити они очень хорошо для этого всего подходят то человек какой-то сказал какую-то фишку какой-то прикол и такой ага у тебя так это он в голове щелкнул и понятно значит на так делать вот в этом плане вот это все конечно мега полезно и мега хорошо скорость выстрелов у нас следовалось так тебя дайка мы уберем опять же опять же опять же дронов нет особо ничего такого быстро делать у меня не получится но в меру сил в меру способностей постараемся на побольше по трошки заберем иначе остроили перезарядить перезарядить я оставлю наверно половину даже вот так можно сделать один с бронебойными в этих ребят я так желток накидаю надеюсь подойдет в общем в чем моя мысль все-таки не могу я никак подойти к этому ужас какой давайте это заберем не могу к этому подойти потому что не дает мне покоя печки мои старые печки я хочу заменить итак мысль все-таки подходим к самому главному есть у меня что-то тут вас капец накопилось есть у меня мои некоторые blueprint да если посмотреть база 17 я вполне вот этими чертежами могу пользоваться это все есть у меня на постабине у кого на постабин не заходит заходите с браузера опера в режиме vpn все у вас туда пустит вот возьмем для начала крестовую развязку она мне пригодится следующее мне пригодится помимо крестовой развязки наверное вот такая вот развязка так дальше и пролет нужен то есть обычный перегон он мне тоже пригодится и учитывая то что у меня все-таки лтн стоит я обращусь другим чертежам которые я пользовался бабе ангеле только их найти нужно сейчас вот рэйвэй боб ангел то есть мне потребуется вот такая станция точнее тут шаблон просто под двойную станцию и может быть тройная нет вот это вот 3 лтн она может быть мне тоже потребуется все остальное мне тут в принципе не нужно станции ставил ты носки я прямо здесь при вас спроектировать можно кому-то это будет интересно чтобы просто научиться понять как эти станции делаются так но и давайте прикинем примерно начну я наверно начну я наверное вот с этого креста примерно где-то в этом месте я бы хотел сделать станцию разгрузки куда будут привозить руду руду всякий там уголь что-то еще потому что это такая самая очень начальная база в very beginning смешное выражение по-английски в google переводе очень начала так мы конечно можем перейти самое начало поэтому вот этот вот эта крестовина подойдет или сюда или куда-то может быть сюда так слушать а здесь у нас города еще не утес не очень-то хорошо давайте-ка выберем железную дорогу и прикинем через шаблон например мне нужно чтобы она как-то вот так проходила потому что я пока что нефтянки нету я утес убирать не могу таком случае крестовину можно будет поставить так давайте опять я думаю что все таки вот сюда вот она хорошо подойдет эта крестовина так что давайте шифтом я ее размещают отсюда я буду писать то есть вот здесь дальше можно сделать некий поворот вниз вот сюда ну как-то так и завернуть к книгу змеи какие-то это можно затереть то есть въезд будет вот здесь и куда-то сюда вверх потом в итоге подниматься и выезжать он будет тогда вот сюда ну тут как у нас хорошо получилось выезжать он будет сюда сюда пока что примерный проект все это можно выключить вот здесь у меня будут станция куда будет все привозить следующий момент мне нужно определиться с тем где у меня будет депо моя находиться и где будет станция куда будут готова продукция отсюда загружаться то есть пластины железные медные сталь там вот это все если по карте посмотреть то так что мне рано ли я здесь крестовину поставил где нет наверное не рано я думаю что в целом линию можно как-то вот так горизонтально сделать тут потому что то есть посмотреть здесь особо утесов нет . это выключим здесь особо утесов нет и вот так линию пустить вполне можно здесь правда надо будет отсыпку сделать ну и откуда-то отсюда можно будет линии пускать за вот этой железной рудой за урановой за углем что-то типа того а если вертикального здесь пролет сделать то от него как раз я могу куда-то сюда может быть депо разместить вот в это место как раз неплохо получается и где-то здесь сделать станцию погрузки для моих материалов которые здесь у меня на базе производится думаю что примерно как-то так пускай это будет тогда берем мой пролет включим сетку чтобы точно выровнять такие ставим блюпринт пролета прям вот сюда в таком случае станция у меня получится станция станция станции гиде ты станцию я тогда буду где-то ну вот здесь вот у нас есть выезд есть некий разворот я под этот разворот надо буду ориентироваться и прямо вот так вот шаблоном поставлю единственное что мне нужно будет нужно будет сделать так чтобы светофоры здесь не мешались поэтому я сейчас для этого чертежа то что светофоры мне мешают они немножко по другие были жены сети сделаны потом вот эти вот входные и вот эти на линии надо убрать выходной я оставляю тут тоже все остается делаю окей так где-то вот и прямо вот сюда блюпринтом шлепаю то есть одна станция сюда пойдет другая станция сюда пойдет все здесь где-то я размещу бак какой-то такой массовый куда буду загружать то что мне нужно надо правда потом будет фильтрующий манипулятор воткнуть и пока что это просто такой проект так что у нас такое здесь мужики здесь благополучно дохнут и депо самое важное депо и она совершенно просто необходимо как раз таки где-то в этом месте получится но для начала нужно еще одну крестовину сделать так крестовина как раз тут получается сюда ну депо вполне себе вот в это место заходит так что я смело могу взять опять мою так двойную и несколько раз я продублирую а здесь я сделаю так чтобы выезд был вот в эту гнутую здесь я не ошибся надеюсь все правильно все вот где-то в этом месте будет депо тут правда столбы стоят их придется немножко тут как-то обыграть обрыгать и тут нужно будет еще сделать следующее это я скопирую сейчас а как это депо здесь поездов должно быть несколько и продублируем сюда и может быть сюда к сожалению отсыпки у меня нету пока что отсыпку придется изобрести может быть следующей технологией ну так хорошо здесь будет депо сюда нужно будет подвести топливо уголь что-то еще может быть здесь сделать какую-то станцию запроса лт новую смотрите блюпринтовые лампочки загорелись серьезная игра остановись так и должно что ли работать не горели бать че-то за фигня вообще лампочки вы же призрак ну и в целом линия пойдет наверное как я сказал же думаю что горизонтально тут как раз все это ровно получилось странно навсегда все получается так что как будто так и должно быть ну не знаю к сожалению я играю так как играю и получается так как получается так что просьба меня ни в чем не обвинять здесь давайте-ка сделаем вот в таком режиме потому что иначе нифига не видно так подогнать если блюпринт что-то такое получится здесь опять же крестовина и сюда с этой крестовины можно будет за ресурсами выезжать так что под крестовину сразу же наверно опять же установим как то так хлоп и все я сейчас по этой железной дороге буду ориентироваться единственно что видите здесь депо поезд будет выезжать вот сюда на эту линию соответственно ему нужно где-то развернуться будет оперативно я думаю что нужно вот это в первую очередь сделать этот разворот что поезд мог ехать сюда вниз так что с этим наоборот будет разобраться выключаем сетку ну и думаю сейчас начнем все это строить и так мы продолжаем наше хождение по мукам в потемках какая наша сейчас задача где-то у меня вроде атаки тут были давайте-ка я обратно включу это пятно чтоб видно было вообще я бы хотел еще дополнительно проверить если у меня запас по боеприпасам в целом здесь так-то что-то имеется и здесь даже есть и даже тут что то есть да я вот не знаю будет ли мне это лучше мешать в целом практически у нас уже хотя не практически тут еще долго до проблема большая с красными банками я смотрю сейчас красных банок совершенно не хватает давайте увеличим производства красных банок потому что но смотрите железная шестерень она производится в количестве но одна штука за пол секунды соответственно в секунду две штуки будут производиться банка потребляет у нас за 20 секунд пять шестерен то есть одну шестерню за 4 секунды соответственно precisamente в секунду будет потреблять 4 завода а это производят я секунду. То есть я могу смело еще пять заводов сюда накинуть, потому что восемь в сумме. Давайте-ка это вообще их на четыре штуки заменим. А тут что у нас такое? Что-то я не помню, зачем вот эта хрень поставлена. Так, ну-ка, давай-ка тебя уберем. Не знаю, может когда-то что-то где-то стояло. Сейчас проапгрейдим тогда банки красные, потому что их не хватает. Зеленых вроде как с запасом тут идет, зеленые тут вообще делаются, прям процветают. Надо подворовать пластины. На, подворовал называется. Это я что, столько времени объяснял и забыл печки заменить? Блин. Когда это кончится, а? Кто-то мне может сказать? Сколько еще печек тут не хватает? Один, два. Еще десяток печек, наверное, нужно построить. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня кончились балки. Балки мы сейчас тоже подворуем. Практически... А, уже готовы, да? У нас заводы. Так, балки надо подворовать. Двести... Два стака. В принципе, сойдет. Запас закажу, прям еще десяток. И эти мы сейчас заменим. Где у меня? Один, два, три. Четыре. Сейчас, надеюсь, пободрее дело пойдет. Подальше. И у меня что-то манипуляторы докончились. Манипуляторы можно своровать. Так. Я сюда. Я сюда. Все, замечательно. По крайней мере, по ленте видно, сколько лампочек, чего не хватает. Сейчас вот эти заводы будут в полтора раза быстрее производить красные банки. Так, я не понял. А, ну, померещилось. Завод просто сделал кучу банок. Не успел пронаблюдать, потому что быстро выкладывать начали. Хорошо. Хорошо, с этим все гуд. Потрошки желтые я заберу, они мне пригодятся. И еще надо скинуть сюда железных пластин. Еще надо скинуть угля. Ну, вот так, наверное. Уголь можно подворовать. Традиционно ничего не меняется у нас. Так, уголь, уголь. Ну, что, я сейчас расставлю остатки печек и начнем делать нашу железную дорогу, наконец-то. Опять же, все долго, к сожалению. Ну, ничего не поделаешь. Игра такая. Тем более, мода, они ведь, знаете, они ведь много вообще требуют времени на себя. Два, три, четыре, пять, шесть. Тут, конечно, можно было бы это все не заменять. Вот прямо вот так-то вот вообще. Один. Давайте сюда поставим. Пускай моргает. Окей. И готова у нас возможность строить баки здоровые. Ну, как раз таки вот стальная плита. Балки железные у меня есть. Соответственно, склады я построю. Но первым делом все-таки нужно железную дорогу намутить. Железная дорога. Железная дорога. И если я опять ничего не напутал. Хотя не, сейчас вроде все нормально должно быть. Ну-ка, банки. Да, и с банками все вроде окей стало. Берем, значит, вот этих ребят. Я не знаю, сколько мне тут потребуется. Что-то типа того. Дальше светофоров нужно сделать немножко. Мне нужны ЛТН-станции. 1, 2. Две станции закажу. Сейчас я буду делать депо. Постараюсь как могу пояснить вообще что происходит в этом ЛТН и зачем вообще что-то нужно. Зачем, что и для чего и куда. Ну, для тех, кто не знает. ЛТН вообще прикольная штука. Позволяет логикой управлять железнодорожными составами. То есть, по сути, это у вас получается мега огромные дроны, которые управляются мега дрон-сетью, которая как бы не дрон-сеть, а железнодорожная сеть. Что-то типа того. Звучит сумбурно, работает эффективно. Как эффективно как по площади, так и по всему остальному. Мега крутая штука. Очень-очень полезная вещь. Так, мне нужны... Нужен поезд. Мне нужны... Нужен один локомон... Нет, нужно два. Два поезда сделать. Соответственно, мне придется забрать сейчас 120 пластин. Давай-ка сюда. 120 пластин. Поезд я все еще сделать не могу, потому что мне не хватает... Мне не хватает движков. Движки делаются в заводе. Угу. То есть, нужно балки шестерни и трубы направить в завод. Придется тогда сейчас устанавливать. Движки в руках, в руках, к сожалению, не делаются. Хорошо. Поставим тогда сейчас мини-производство. Мини-производство, ящик и начнем клепать. Точнее, даже, наверное, нужно несколько построить. Можно, в принципе, вот это поменять. Акта, оно мне тут сейчас не нужно. Да, давайте так и сделаем. Ты у нас будешь клепать, значит... Угу, отсыпка. Хорошо, раз отсыпка готова, значит, я думаю, можно, наверное, потихонечку в нефтянку пойти. Пойтите в нефтянку. Машина мне сейчас не нужна, броня мне пока тоже не нужна, толку от нее нет. Стена мне тоже не нужна, тролли и так убивают. Давай-то сюда. Исследование. Тебя. Исследование. Тебя. Исследование. Дальше. Взрывчатка. И бомба. Я надеюсь, не надо мне никуда будет отклоняться, потому что, возможно, имеет смысл куда-то вот сюда в флиртующую установку пойти и что-то здесь там намутить из нее. Вот это вот, чтобы типа эффективнее что-то было или как-то так. Не знаю. Я здесь особо пока не вникал. Я понимаю, что можно дальше будущую руду обогащать. Что здесь вещь-то полезная. Но мне нужна вначале взрывчатка. Потому что обогащение руды, оно требует серную кислоту, а это нефть. Ну, а нефти у меня пока что нет. Так. Здесь, значит, вот эти ребята. Так. И мне нужен завод, который будет клепать трубы. Мне нужен завод, который будет клепать трубы. И желательно, чтобы он клепал трубы и забирал... Блин, как тут неудобно. А, неудобно штаны через голову одевать. Давай сюда. Опять же, я пока что... Я давно мог это все автоматизировать и поставить вот сюда. Но я пока не хочу это делать. Я хочу разметить L-TN-сеть мою. Я считаю, это более важным таким направлением L-TN-сеть, чем вот это вот все. Так. Только для начала поставим сюда вот этих ребят. Вообще, я хотел посмотреть, что у меня по электроэнергии. 17. 3 мегабайта в запасе у меня есть. Ребят, сюда. Сюда. Ты у нас требуешь шестерни трубы. Так. Так, у меня готова отсыпка. Можно, в принципе, в принципе, засыпать там кусок территории будет. Так, давайте-ка еще мне манипуляторов. Короче. Железная плита. Сейчас сюда железные плиты наворую. Скину. И стальная балка у меня есть. Сколько там наделается, я не знаю. Это уж в запас. Не мое дело. Да, надо будет увеличивать потом производство железных пластин. Но я его куда-нибудь перенесу отдельно. Потому что когда L-TN-сеть появится, можно где-то тут цех будет поставить, чтобы туда ездить. Проблемы эти, в принципе, решатся. Ну вот смотрите. Красные банки сразу же все. И зеленые начали проседать. Зеленые начали проседать. Перед сюда цеха ставить. Ну вот она такое всегда. Потому что рейты не просчитаны. Без рейтов она всегда так получается. Окей, поехало производство движков. Делаются они, конечно, ужасно долго. Но что поделать. Так, а вот эти вагоны... Вообще, я думал, сколько вагонов у меня у составов делать. Два или один. В итоге остановился пока что на одновагонной схеме. Дальше посмотрим, если будут какие-то проблемы с этим. Количество вагонов я увеличу. Но я, честно говоря, не знаю, дойдет ли до той стадии вот этот сезон, что мне потребуется 2-4 там больше вагонов L-TN-сети. Но, в целом, факт такой есть. То есть, если это требование мне нужно будет, само вот мне, то я это сделаю. Если нет, оставлю как есть. Так, хорошо, пускай они производятся, а я займусь тем временем. Ну, сейчас прикинем, и я думаю, начну разворачивать железную дорогу. Продолжаем проектировать наши макароны. Так, что значит мне нужно сделать, в первую очередь, L-TN-станции я заказал в первую, во вторую, в пятую, в десятую. Да, мне нужны мега-склады. Склады нужны в том числе и на станции депо. То есть, станция депо это то, откуда поезда будут выезжать. Откуда они будут выезжать, где будут получать приказы, свои распоряжения о том, куда нужно поехать. Блин, как они быстро заканчиваются? Я думаю, что мне придется, наверное, либо сейчас, либо в следующей серии сходить гнезда выпилить. Потому что они меня достали. У меня иначе бы очень много времени уходит на то, что я тупо хожу и перезаряжаю турели. Автоматизировать зарядку можно, конечно, но мне лень пока что этим заморачиваться, заниматься. Котейка даже у нас напрягается здесь. Сидят, как тебе. Котик. Кстати, не помешало бы вот так вот сделать. Блин, тут везде, наверное, нужно закинуть. Пускай пока так будет. Я понимаю, что у меня, конечно, почти все патроны на это ушли. Но с другой стороны, какая мне разница? Один фикс. Здесь постоянно отстрел какой-то идет. Потрошки у меня еще накрафтятся. Ну что, давайте, наверное, потихонечку все же делать. Все же делать. Склад в депо нужен для того, чтобы поезд ЛТН, вообще в вашей ЛТН-сети, иногда можно совершить ошибку. Причем какую-нибудь глупую ошибку, и ЛТН-поезда, в них останется какой-нибудь мусор. Соответственно, от этого мусора нужно избавляться. Поэтому необходимо ставить в станции депо, вообще в депо, мусорные баки, так называемые, и потом делать уже сортировку. Это просто вообще мастхевная штука. Поэтому, поэтому сделаем следующее. Так, здесь бы мне надо столбы вот эти переставить. Вообще, это бы все, конечно, расставлять через наноботов, но пока что я наноботов использовать для этого не хочу. В принципе, мне пока что и текущие какие-то инструменты свои устраивают. Ну, то есть просто наличие железной дороги. Что вот так вполне можно расставлять. Экологически нечистый. Окей. Что-то достижения у меня начали появляться заново. Вот как моду установишь, так начинают эти достижения выползать. Так. Сейчас сюда. Здесь одна станция нужна. Куда будет топливо приезжать? То есть вот это, наверное, первое. Все остальные станции будут исключительно под депо. Потому что я ленту сюда тянуть не хочу вообще просто никак. Хотя, хотя, может быть, имеет смысл ленту протянуть. Но нет. Я лучше сюда просто буду привозить поездом само по себе топливо. Ну, там любой какой уголь будет или что еще. Так. ЛТНовские станции. Первая станция. Я ее сразу называю депо 1. Депо 1. Один, потому что сеть будет первая. Так. И вторая ЛТН станция. Блин. Она не ставится, потому что железной дороги нет. Ничего не меняется. Все стандартно. Обработка серого у нас поехала. Это хорошо. Вообще, тут можно сразу, конечно, проложить вот это вот все, чтобы разворот был. С нано-ботами, конечно, все это проще бы было. Вот. Но проблема в том, что мне не хочется делать автоматизацию производства нано-ботов. Я бы предпочел вначале все-таки прокинуть сеть ЛТНовскую железнодорожную, а потом автоматизацию нано-ботов ставить. Но, не знаю, может и поставлю. Может просто приперет меня так, что придется установить. Иногда бывает такое, знаете, лень проходит, и такой, вот, все, сейчас я точно сделаю. Идешь, что ты делаешь. Такс. Значит. Блин, ты что тут делаешь, дерево? Не всех еще врагов-то перебили, главных. Главные враги в этой игре это деревья. Так. Тут у нас проходные стоят. Слушай, что ты моргаешь? У тебя же вот светофор стоит. Все понятно с тобой. Взял, заморгал. Ага, смотрите, видите, куда он сделан. Если навести на него, то он ориентирован вот на эту рельсину. Это неправильно. Он должен быть сюда ориентирован. Кнопкой R можно ориентацию было бы менять. Но здесь она не меняется, потому что тут понятно, что в эту сторону ехать нельзя. А до этого светофор поставился, когда можно было ехать. Ну, в общем, бывает такое. За этим нужно просто следить. Так. Ставим сюда железную дорогу. Здесь я пока никакой железной дороги делать не буду. В смысле нет. Опа. Что творите-то, паразит? Блин, они меня достали. Придется, может быть, наверное, даже тачку делать, чтобы просто быстрее, оперативнее туда ездить. Либо сварганить сейчас нормальный какой-то паровоз и добираться туда на поезде, чтобы все это оперативно чинить. Иначе у меня просто мозг съедят. Эти кусаки. Вообще, наверное, придется сейчас гнездо какое-то, наверное, убивать. Либо нижний, либо верхний, либо оба два сразу. Да, как не вовремя уголь закончился. Так, что у нас с движками? 30. Ладно, все можно забрать. Давайте скрафтим один паровоз. По крайней мере, можно будет ездить вниз. И я думаю, что надо, наверное, железную дорогу туда протянуть, чтобы на тачке не ездить. И на тачке, к сожалению, здесь крайне неудобно гонять. Когда я езжу здесь на машине, постоянно у меня какие-то проблемы возникают. Так, сделаем временный заезд. Наверное, думаю. О, бежит какой-то паразит. Так, дорога, ты пойдешь где-то сюда. В принципе, по этой дороге я уже смогу сейчас ездить. У меня топливо есть некоторое количество. Так, давайте-ка это направим. Обратно я на поезде уеду. Уф, кривая железная дорога. Такой адский ад вообще. Вот как? Как ты железная дорога идешь? Что с тобой не так? Так, где там у нас? Дерево, не дерево, столб. Чуть-чуть вниз еще. Там, блин, придется все это, конечно, убирать всю железную дорогу. Но сейчас мне-то крайне необходимо, чтобы туда вниз добираться. Так, ну пускай пока так будет как-то. Восстанавливаем. Обратно поеду на поезде. Так, где локомотив? Локомотив, я тебя вижу. Ничего себе, ты строишься. Серьезно? Капец. Ты что так долго делаешь? Половину только. Ну подумаешь, в кармане поезд делать. Ну нормально же общались. Игра. Сколько у меня ББшек с собой? 22 плюс 200. Я, наверное, знаю, что схожу. Пойду-ка я выпили у этих ребят. Все достали они мне. Пока поезд делается. Нечего тут вражьим мордам вообще сшиваться. Я, конечно, эволюцию немножко подразгоню. Но, в принципе, пофигу. Эволюция 0.15. Еще пока держимся. Чуть-чуть. Надо было бы, конечно, турели с желтыми боеприпасами стрелять. Но, в принципе, они с руки ваншоты. Так что... Так. Шел вон. Я червей убивать не буду. Толку с них нет никакого. Они все равно не опасны. Сами по себе. Ну, если просто черви. Правда, я не знаю, пойдет ли сюда расселение в таком случае. Так. Минус 2 гнезда. Тут. Что за вакханалия? Давайте-ка вас тоже убьем. Ну, это не серьезно. Просто они бегут на меня. Ну, что такое? Что вообще вот с ними делать? Единственное, знаете, что мне не нравится? То, что персонаж еле перемещается, как черепаха вообще. Аллилуйя, у меня есть поезд. Поезда здесь толку мало будет. Ну, по крайней мере, до сюда доехать можно будет. Сейчас надо вернуться. Точнее, дойти налево. Убить еще гнезда. А, один фиг собирался убивать. Какая мне разница? Блин, можешь все-таки на машинку переехать? Да не, бред какой-то. Зачем здесь тачка? Вот здесь есть мегатанк здоровый. Вот его можно построить. Мегатанк это вещь такая прикольная. Он здоровый, неуклюжий, но на него можно навесить оборудование всякое. Такое, которое попозже появится. Так. Блин, вы сдохнете, нет? Мне надо червя убить. Череп вздох. Так, встаньте от меня. Кыш. Я что-то не пойму, куда у меня все ремкомплекты теряются? Куда-то вообще просто уходит, непонятно куда. О, попало паразитом. Бздынч. В принципе, эту турельку можно вот так вот оставить на всякий случай. Ну и осталось добить этих ребят. Итак, продолжаем воевать. Так, шли вон отсюда. Готова у нас технология. Я в целом навожу просто на таргет, нажимаю пробелы и у меня убивает червяк. То есть то, что мне нужно. Так, червяк сдох. Ну, это все можно убивать каким-то таким образом. Турелька сама в первую очередь наводится на гнездо. В принципе, то, что мне надо. 0,16 эволюция. Так, кыш. Этих ребят надо починить. Блин, может это нано-боту у меня куда-то тащит теремкомплект? Что я вообще не понимаю. Ну или я просто опять как днище что-то не заметил. И начинается вот это. Куда делась? Сам не видел. Сам кого-то замыкал. Бывает оно иногда. Итак, буквально минута. И все. И гадов сверху... Гадов снизу нет. Остались сверху. Только на сверху эти не опасные, думаю. Сейчас надо вернуться на наше место. Я думаю, сейчас на паровозике прокатимся. В принципе, топливо есть в виде дров. Хотя можно здесь, конечно, нарубить какого-нибудь камня вон. Только я что-то когда надо. Камня не на... Ну вот, камень есть. С углем. Уголь я, конечно, сейчас подберу. Вообще, вот на этих вот зачищенных местах имело бы смысл сразу же ставить какую-то... Не знаю, какие-то вон посты. Чтобы они сюда не проходили. Что, вон пост? Охранный. Вещь вообще полезная. Так, взрывчатые вещества. Блин, уже можно нефть копать. Я вот только-только фигней занимаюсь какой-то. Занимаюсь, маясь фигней. Надо все-таки, наверное, может быть автоматизировать нано-ботов-то. Хотя нет, бред какой-то. Проблема в том, что нано-бота будут ресурсы сжирать. А ресурсов у меня мало. То есть у меня железной руды осталось тут вообще какие-то 180 тысяч. То есть надо по-любому вначале обеспечить приток ресурсов. А потом уже все турады сделать. Блин, зря я и линию тянул. Ну ладно, зря ничего не бывает. Зря ничего не бывает. Давайте я вынесу вот этих ребят сюда. Все, поехала взрывчатка для скал. Так, как бы мне тут... Надо, наверное, вот эти турельки куда-то сместить. Они мне тут мешаются слегка. И мне нужны бачки. Мне нужны бачки и мне нужен грузовый вагон и мега-склад. На мега-склад у меня не хватает балок. Балки я сейчас заберу. Да, на балки не хватает руды. Не хочется мне пока что апгрейдить. Ну, я имею в виду ленту апгрейдить до красной. Что если ленту до красной проапгрейдить, там больше пойдет ресурс. Так, с... Блин, все равно не хватает. Нужно 80. Хорошо, сделаем тогда вот так. О, здесь вообще все забило. Так, тут у нас что? А, зеленые пакеты. Не успевают делать. Ну ладно, я сейчас не буду на этот счет заморачиваться как-то. Так, 10. Давайте это я сюда пока что уберу вот так. Балки идите сюда. Все, я пока эти поезда делать... Тьфу, поезда, говорю. Двигатели делать не буду, смысла от них нет. А вас нужно забрать. И сюда накинуть. Вот таким образом. Так, теперь по поводу все-таки депо. По поводу депо и больших складов. Один склад у меня делается, второй склад у меня поставлен на производство. Сейчас он сварганится, нужно будет перенести. Хотя, может быть, большого склада сюда и смысла не было ставить. Можно было бы обойтись мелкими. Большими сундуками. Да, я так и сделаю. А склады я оставлю для своих каких-то нужд. А мои нужды именно что станцию поставить. Станцию поставить вот в этом месте и станцию поставить, ну там где она нагружать будет. Вместе добычи. Так, что я хотел... А, я хотел взять пластины стальные. Вот вроде хочешь начать ЛТНом заниматься, да? Все находится какая-то хрень вообще непонятная. Итак, два сундука. Стали я еще заберу. Стальная плита. А что мне не хватает на вас? А, опять вездесущие балки. Эти вездесущие балки. Блин. Надеюсь, скоро мы со всем этим вопросом решим. Еще. Мне нужно еще несколько станций. ЛТНовских заказать. Так, ну вот это мне не нравится. Надо убрать. Мне нравится то, что начинают... Начинают крафтиться вот эти зеленые схемы. Такое это дело. Блин, все-таки надо было, наверное, турельки здесь оставить. Вообще, можно зачистить прямо вот до сюда. Тут говорили, что здесь, мол, мелководье будет, они могут пройти. Да нет, они здесь не пройдут. Вот здесь на защиту поставить и все, и они тут не пролезут. Но это, я думаю, уже в другой раз мы будем делать. И давайте все-таки, наверное, я немножко дорасставляю нашу железную дорогу, потому что рельс дофига. Расставить ее необходимо. Ну вот это все. Закажу так 15 светофоров, несколько проходных. И сделаем... Блин, почему нельзя без чертежа просто поверх ставить? Что это за? О, здравствуйте, деревья. Давно у нас тут не было. Вообще, их можно было бы, конечно, гранатами выпилить, деревья. Но, с другой стороны, мне само дерево на столбы не помешает. Пока что, в самом начале. Хотя, не знаю. Можно и гранаты скрафтить. Хотя нет, внутренние плюшки негодуют. Если я гранатами буду деревья убивать, что-то такое-то вообще. Это же потеря ресурсов. Это же вообще же... Топ-контент. Врубить дерево. Убей, бобра, спаси дерево, да? Как там он? Так вроде звучит поговорка. Всеми нами любимы. Так, сюда, значит... Сюда, значит, паровоз будет выезжать. Поставим тебя сюда. Здесь ты. Едет вверх. И станция. Где у нас будет станция? Примерно. Примерно хотя бы обозначить. Так, я забыл. Немножко неправильно я тут сделал. Въезд должен быть вот отсюда. Вот отсюда и здесь вниз поворачивать должно. То есть... Ой, ой, ой! То есть вот так. Это дерево надо вырубить. Блин, опять потемки постоянные. Но, к сожалению, у меня пока что костюма нету. Чтобы освещение было. Вот, примерно так будет. Так, что у нас тут? Ну, сейчас атаки сверху только будут идти. Так что пофигу. Это можно как-то терпеть. 0.17. Эволюция. Ну, когда появится следующий тир кусок. В принципе, у меня бронебойный боеприпас уже есть. Могу их производить в больших количествах. Так что угрозы они мне в целом представлять не должны. А здесь... Здесь я и тут я. Надо сделать, наверное, примерно так. Берем большой бак. Куда у нас все выгружаться будет. Ну, пускай так, например, будет. Сейчас я чуть-чуть тут прикину, где станция должна быть. Да, ну, чуть правее поставить его. В общем, железная дорога вот сюда пойдет. Так, ты идешь. Что-то тут многовато. Идешь сюда. Это я убираю. Тут даже можно две станции-то сделать будет. Я думаю, они влезут. Наверное. Если вот так вот замутить как-то. Одну станцию вот с одной стороны бочка. А другая станция с другой стороны бочка. Ну, это пока просто концепт. Так. Давайте-ка я ограничусь светофорами. Потом, если что, светофоры эти можно переставить будут. Ну, и... Станция. Станция и бачок. Давайте сначала станцию поставлю. Станцию лучше сюда вынести. Значит, станция. Стоишь тут. Как она называться будет без разницы. Потому что ЛТМ. И все остальное придется, наверное, расставлять уже в следующей серии. Потому что я сейчас тупо не успею. Вот. Примерно такая заготовка. Тут опять же светофор. Перед выездом. И вторая станция. Резервная сюда. Ну, может быть, не совсем резервная. Но тоже пригодится. Вот. Примерно так будет наш шаблон. Выглядит наша заготовка. Но доделывать я буду ее уже в следующей серии. Тут сегодня у нас, к сожалению, время вышло. Так что всем большое спасибо за просмотр. И надеюсь, увидимся в следующей серии. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok